Максим, привет! Сейчас собираюсь паковать этот футляр, в котором лежит Лос Агора Вми. Да, вот он. Сейчас я на нем поиграю, чего-нибудь еще расскажу, запакую и отправлю. Даже сначала расскажу. Звукоизлечения у нас. Погружаем трость в рот. Вот аж настолочка. Тут вот на воске пируэт есть, губы. Раз, кладем сюда. И трости, особенно язычок, внутри не касаемся ничем. Это очень-очень важно для хорошего звука. Получается на двух играть, конечно, весьма не сразу, но потихонечку-потихонечку все получится. Пальцы я на верхний голос. У него четыре отверстия. Я предпочитаю ставить первой фалангой мизинца, и остальные пальцы примерно второй фалангой попадают. Главное, чтобы понесить. Вот так вот я не рекомендую держать. Это очень неудобно. Рука бешено напряжена от этого. Ну и примерно тут так же. Все. Сейчас продезинфицирую и отправлю. Думаю, вы подружитесь с этим инструментом. Это, вероятно, ну почти что... Да, это моя любимая модель облоса. Очень люблю играть на ней. Нам надо сообщить. Сообщите, когда получите инструмент. А также очень важно посмотреть мое обучающее видео про то, как обращаться с страстями. Это очень важное видео, потому что с страстями люди учатся обращаться сильно не сразу. Это очень ювелирная такая вещь. Вот. Которая, кстати, боится сухого воздуха и там открытых солнечных лучей. Сухой воздух это большой враг страстей. Когда влажность падает ниже 30%, это уже проблема. Вот. Я предпочитаю в тех помещениях, где у меня хранятся музыкальные инструменты, держать влажность воздуха 50-55%. Это оптимально и для инструмента, и для нас. Все. На этом все. Всех благ. Надеюсь, вы подружитесь. До свидания. Продолжение следует...